Владимир Владимирович, Вы возглавляете Кировской областью уже 10 месяцев. Собственно, хотелось бы перечислить кое-что из сделанного Вашей команды. То, что в информационном пространстве. Здравоохранение, отказ от системы аутсорсинга скорой помощи, открытие отделения гемодиализа, лесная отрасль, система ГИС-ЛЕС, открытые аукционы, законопроект, закон, вернее, уже о детях войны и так далее. Хочу спросить, а что за эти 10 месяцев, возможно, не удалось сделать? Рыбка сорвалась с крючка, возможно, есть какая-то тема? Ну, Вы знаете, я думаю, что совершенно очевидно, что за любой срок нельзя сделать все, что хочешь, можешь и все, чего от тебя ждут. Но, наверное, Вы перечислили основные вопросы, с которых, собственно говоря, мы, не скрывая, начинали свою деятельность с команды в Кировской области. По большому счету, наверное, есть, знаете, такая знаменитая пирамида Маслова. Людей волнует несколько вещей, прежде всего. Это наличие, отсутствие работы, уровень заработной платы, вопросы медицины, образование детей достойного и возможность до всего этого добраться по хорошим дорогам. Вот, наверное, мы свои усилия прежде всего на этих направлениях и сосредоточим. Где-то в силу того, что уже, наверное, чуть быстрее формировалась команда в этой утрасли, было понимание того, что нужно делать. Безусловно, в медицине, наверное, я надеюсь, что заметные граждане, мы делали такие достаточно очевидные, так сказать, шаги, да, проходят ремонты в большом количестве лечебных учреждений. Это продолжается. Совершенно верно. Безбарьерная среда, электронные системы управления очередью в поликлиниках. Мы открываем, может быть, пусть небольшие, но абсолютно новые, так сказать, поликлиники в Чистых прудах, в Солнечном береге, детская стоматологическая поликлиника появилась в Кирове не так давно с хорошим новым оборудованием. И здесь, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что это делается на те средства, которые и имелись в области, несмотря на все трудности и ограничения бюджета. Это такое, знаете, небанальное, разумное отношение к деньгам позволяет в том числе и открывать вот те вещи, о которых вы говорили, отделение гемодиализа, например, в районах Кирова. Представляете, людям с такого рода заболеваниями приходилось раньше преодолевать три раза в неделю расстояние 100 км в одну сторону и возвращаться после процедуры обратно. Сейчас в Советске этого делать уже не нужно. На очереди Вятские поляны и Омутницка. Ну и здесь еще огромный плюс, что, скажем, в тех же Вятских полянах нам смогут приезжать люди из ближнележащих сел, из Татарстана, например, да, и деньги ОМС будут расходоваться у нас. Если из Татарстана, казалось бы, республика, в общем-то, во многом отношении... Ну, вы знаете, а почему нет? То есть если это качественное оборудование... Но люди из Вятских полян ездят на работу в Татарстан. Почему бы жителям Татарстана не ездить в Вятские поляны? Я считаю, что мы должны быть ничем не хуже, так сказать, Татарстана, да, а вот надо ставить перед собой амбициозные задачи и становиться лучше. Игорь Владимирович, ну а все-таки... Ну, а вот я еще не до конца вопрос, который мы поставили, да. Скажем, огромная часть рабочих мест у нас в Кировской области традиционно в лесной сфере. Вот для того, чтобы к нам приходили инвесторы, да, прежде всего должна стать прозрачная ситуация. Вот давайте представим себе, мы с вами решили открыть бизнес там... В лесной отрасли. В лесной отрасли, к примеру, в Иркутске, да. Наверное, мы будем интересоваться тем, как можно лес приобрести, как можно заключить договоры. Это основное. На эти вопросы отвечает информационная система, которую мы сейчас в области и строим. Наверное, мы зададим второй вопрос, когда поймем, как и чем мы сможем с вами располагать. А кто у нас будет работать? Вот здесь, конечно, нужно связать с вопросами подготовки кадров, да. И сейчас мы, наверное, я надеюсь, так сказать, что люди об этом знают, работаем над программой развития области и не до 2000, там, знаете, с сотого года или там 70-го. То есть самая удобная история, когда жить в эту пору прекрасно, потому что не придется, не менее, тебе. А такая программа на ближайший год была совершенно конкретными счетными показателями, да. И вот как раз направлено на то, чтобы к нам в область приходили инвесторы, которые будут понимать прозрачные условия того, как они смогут работать, кто будет их потенциальными работниками, где они смогут эти кадры подготовить, как эти кадры будут обслуживаться с точки зрения медицины, где они смогут учить своих детей. Вот те вопросы, на которые мы стараемся отвечать для потенциальных инвесторов в Киевске. Давайте тогда поговорим о ближайших планах. Вот Вы сказали, что работаете над программой развития региона на ближайшие 1-2 года. А если взять вот конкретный период ближайших трех месяцев? Лето как раз таки. Да, лето. Какие конкретные планы есть на этот период? Ну, Вы знаете, здесь, наверное, нет никакого секрета. Лето – это период дорожного строительства, это период благоустройства, это период реализации большинства программ по истории, которая называется «Поддержка проектов местных инициативов». И вот здесь мы должны все сосредоточиться на качественном исполнении работ. В короткий срок мы живем на севере, у нас очень небольшое, так сказать, окно возможностей для того, чтобы мы все это делали. У нас, знаете, есть еще несколько таких, на мой взгляд, достаточно интересных инициатив, которые мы планируем развивать. Вот Вы упомянули закон о детях войны. Пока нам удалось зафиксировать эту категорию, принять закон, и сейчас мы думаем о том, как в условиях нашего дефицитного, к сожалению, бюджета, да, можно было бы этой категории гражданам помочь. Вот мы посмотрели различного рода программы. Есть, на мой взгляд, достаточно интересная инициатива по оказанию помощи семьям, которые решатся завести второго ребенка по выплате определенных, так сказать, сумм. То, о чем недавно говорил, это второй ребенок, родившийся после 31 августа. Совершенно верно. Поэтому, к сожалению, Кировская область не исключение, и вся страна попадает в такую демографическую, так сказать, яму, да, там, давайте не будем разбираться, там, причинно-следственные связи, но мы уже в ней находимся. Поэтому нам, конечно, важно простимулировать, так сказать, вот такого рода, ну, как это даже назвать, там, решения, которые все ему будут приниматься. Да, и здесь есть еще другая сторона, которую тоже нужно очень четко для себя понимать, да. Можно идти несколькими путями по пути строительства детских садов, и, безусловно, его нужно делать, и по пути открытия частных, скажем, которые, затраты на которые, можно, видимо, компетировать. Мне кажется, двигаясь в этом направлении, мы бы довольно быстро и успешно смогли бы задачу и пополнения, так сказать, населения Кировского с не детьми, а семей, там, вторым, третьим, так сказать, ребенком, да, и обеспеченность местами в детских садах, как государственных, так и частных, путем принятия вот таких законов, нахождения денежек в бюджете решить. Вот над этим мы сейчас тоже... Простите, хочется уточнить, все-таки один из ваших заместителей, да, Дмитрий Александрович Курдемов, говорил о том, что вопрос по этой выплате сейчас должен проработать региональный Минфин, когда все-таки ведомство даст свое объединение. Ну, вот как раз, да, я думаю, что до 8, ну, это вопрос проработать. До России, да. Буквально на днях состоялся брифинг председателя областного законодательного собрания Владимира Быкова. И Владимир Васильевич нам озвучил данные по днам Кировской области, которые прошли в Совете Федерации в марте этого года. И Владимир Васильевич сказал, что очень... Вы сейчас поможете мне, конечно, все это сформулировать. Ну, в общем, мы претендуем на серьезные деньги, да, от правительства Российской Федерации на три проекта. Это западный обход, так называемый, это путепровод «Чистые пруды», и это аэропорт «Победилово». Хочется сразу спросить. Это вот точно уже вопрос решен, деньги будут, есть какие-то гарантии хорошие? В связи, вот, пройдут. Я думаю, что дорогу осилят идущие люди, и дни Кировской области в Совете Федерации, которые прошли не так давно, они, безусловно, будут способствовать получению денег на подобного рода проекта, поскольку есть постановление на Совете Федерации. Лейтен Ивановна Батвенко, председатель Совета Федерации, человек достаточно активный и ответственный, она такое постановление подписала. И сейчас идет совместная работа Кировской области, руководства Совета Федерации, с правительством Российской Федерации по пониманию того, когда, в какие сроки и в каком обиде деньги на этот проект будет выделяться. От чего это зависит? Ну, я знаю. Какие факторы? Это зависит от состояния федерального бюджета, от нашей настойчивости. Я бы подчеркнул еще одну вещь, очень простую. Давайте представим себе, если вдруг коллективы в вашей радиостанции вдруг неожиданно сейчас предложат, не знаю, там, совершенно огромный проект, так сказать, в масштабах, там, ну, наверное, страны, да, сопоставимых с теми деньгами, о чем мы сейчас говорим. Я думаю, что вы тоже внутренне должны подготовиться, понять, там, каких людей должны. Вы должны этому соответствовать. А вот сейчас как раз у нас подготовка, и в этом числе, и вот те деньги, которые мы, я надеюсь, сможем. На которые претендуем? На которые претендуем, сможем их, знаете, как вот термин «освоение денег» мне совсем не нравится, так сказать, да? Там не может, ну, само по себе. Инвестирование. Вы знаете, нет, здесь мы, наверное, должны работу сделать качественную за те деньги, которые получаем, а здесь мы должны быть готовы и технологически, и людьми, так сказать, и строительными комплексами. Вот сейчас эта работа идет. Мы уже сумели увеличить финансирование на дорожное строительство. Мы демонстрируем уже совершенно другие подходы, даже информационную открытость. Вы, надеюсь, знаете об этом, да? Вы, может, уже давно могли посмотреть, так сказать, списки улиц, которых планируется... В открытом доступе, да? Компании, которые выиграли конкурсы, да, вы можете, там, я не знаю, так сказать, совершенно спокойно посмотреть, проконтролировать, написать письмо, либо мне на почту, так сказать, да? Либо использовать ту информационную систему, где вся эта информация есть, высказать свое либо удовольствие, я надеюсь, таких будет больше, либо неудовлетворенное состояние ремонтных работ, а власть должна быстро на это реагировать. Поэтому здесь несколько составляющих, и я думаю, что такая вот слаженная совместная работа внутри, совместно с Советом Федерации, с Федеральным Минфином, позволит нам эти деньги в те сроки, которые мы перед собой стоим, получим. А на полной этой сроки? А сроки, да. Ну, вы знаете, у нас там есть задачи, которые первоочередные, скажем, Путин Провод, чисто когда он уже строится, мы уже получаем дополнительные. В следующем году он должен быть завершим. Должен быть, готов, пожалуйста. Есть большие проекты, связанные с обходом города Кирова, транспортом, но постановление подписано, работа с правительством идет. Пока решение правительства, я подчеркиваю, пока не принято, но у нас есть уверенность, что мы это дадим. Ну, хорошо, а если вот говорить про аэропорт Победилова, есть много экспертов, которые высказывают мнение о том, что для аэропорта Победилова все-таки нужно искать инвесторов. Потому что мы видим, что летать людей стало меньше, пусть инвестор там возьмет на себя это бремя, и тогда уже и бюджеты будет проще, мы не будем искать деньги каждый год, чтобы поддерживать аэропорт. Вот вы ищете инвестора, ведется какая-то работа в этом направлении? И ваши видели, да. Ну, вы знаете, я, наверное, все-таки всегда, это правильно, да, всегда нужно прислушиваться к экспертному мнению. Тем более, у нас уже есть опыт, который мы с вами вместе, так сказать, имеем про аэропорт Победилов. На мой взгляд, там состоит все из нескольких составляющих. Первое, конечно, были вложены большие деньги, так сказать, в реконструкцию взлетно-посадочной полосы, так сказать, в реконструкцию аэропорта. Вопрос в том, насколько, верну вам ваши слова, насколько эффективно, так сказать, они были. В данном случае, на термине «своение» все-таки приходит с головы, да, когда мы с вами видели, скажем, какое-то время назад, и отсутствие там комфортабельных стоянок, возможностей там подъезда, так сказать, разумно, да, там реконструкция аэропорта самого здания, так сказать, вызывает много вопросов. Все-таки, вы знаете, там путь к снижению, так сказать, тарифа на полеты, единственный возможный способ – это конкуренция между авиакомпанией. Все остальное приводит к тому, что мы его должны датировать, да, за счет населения, которое не собиралось никуда летать, те, кто участвует в перелетах. Мы датируем компанию, которая, ну, скажем так, хотела бы быть линкоптером за счет других авиакомпаний, не платить очень меньше, многие вещи, аэропортовую сборку, уборку, там, ну, каждый самолет, который садится, победил, да, там должна быть чистая полоса, так сказать, ну, очень много там интересных инвесторов. Ну, понятно, да, что аэропортов... Поэтому, конечно, мы сейчас находимся в поиске инвестора, инвестора добросовестного, который не умел бы управлять аэропортовым комплексом. Который полностью или частично возьмет, скажем так? Ну, конечно, полностью. Полностью, да, 100%. И здоровая конкуренция между авиакомпаниями. Для нас сейчас, знаете, такая вот, мы на лето сформировали, на мой взгляд, очень неплохой, так сказать, пул полетов. И на юг, где кировчане смогут летать в отпуск, мы осуществляем сейчас три рейса на Москву по очень удобному графику для бизнеса, особенно тот вылет утром, вечером из Москвы, соответственно, у нас встреча, один рейс, который днем происходит, да. Поэтому здесь, мне кажется, развивается все абсолютно правильно. Ну, кстати, сейчас до начала нашей беседы... По поводу стоимости билетов, вы знаете, вот мы работу уже проводим с авиакомпаниями, там, и Саратовские авиалии, и Рослайн, так сказать, идут, в том числе, аэропорты победил нашим праздником на встречу, устраивают достаточное количество, там, промо-акций, билеты по тысяче рублей, да. Вот сколько же интересно этих билетов. Да, как раз мы поначал нашего разговора, заходили на сайт Саратовских авиалейниц, Юлия, и мы нашли билет за 999 рублей... На август. В августе, да. Ну, ближе, ближе нет. Компания, ну, билет-то есть, да. Вот, и... Мы так живо уцепились за 999 рублей, я бы что-то назвал тысячу, но купить его возможно. И это все-таки вот признаки такой здоровой конкуренции. На лето сформирована достаточно плотная, хорошая программа полетов с различными компаниями, будет летать самолеты и в Сочи, и в Анапу, и в Краснодар, и в Симферополь. Вот, я надеюсь, что это позволит улучшить и финансо-экономическое состояние аэропортов, в том числе, и привлечь к нам достаточное количество переводчиков. А есть все-таки желающие инвесторы, которые хотели бы взять в эту проблему? Вы знаете, это предмет переговоров, и мы такие переговоры сейчас ведем. Я не буду заранее, так сказать, какие-то вещи там говорить, потому что есть команда специалистов, которые этим знают. Вы знаете. Хорошо, идем далее. Напомним, что мы беседуем с исполняющими обязанностями губернатора Кировской области Игорем Васильевым. Мы уже немножко затронули тему инвест-политики, да? Все-таки хочется поговорить еще по планах. Кроме лесной отрасли, кроме промышленных парков, еще объекты инвестирования существуют, прорабатываются эти вопросы. Ну, вы знаете, по поводу промышленных парков, я два слова буквально хотел бы сказать. То есть мы все-таки, наверное, наблюдали такую в течение нескольких лет, наверное, политику, когда осваивались федеральные средства на строительство неких корпусов, называлось промышленными парками, а дальше, в общем, как-то туговато было с инвесторами. Мне кажется, удалось переломить ситуацию. Вот, скажем, в Вятских полянах на сегодняшний день есть несколько достаточно серьезных компаний, которые занимаются производством посудов, например, производством лифтов. Вот это будет такая, я думаю, достаточно серьезная, так сказать, история, не только для Привозского федерального оборота, поскольку мы обладаем ключевой компетенцией. У нас есть Минский метрологический завод, который производит высокого качества направляющие для лифтов. И к нам пришли серьезные инвесторы, которые, кстати, поверили в нашу политику, поверили в те условия, которые мы создаем, так сказать, да, и будет полный цикл в Кирове по производству лифтового хозяйства. То есть это направляющие, мозги, кабины разного уровня, в том числе и для программ реновации и реконструкции домов по программам капитального ремонта. Мне кажется, это очень здорово, потому что будет... Мы работать будем на свой регион, будем работать или на всю страну? Я надеюсь, что это будет серьезный завод, который будет работать сначала на нашу региону, потом на регионы Приволжской Федеральной. Ну, как любой ребенок, он должен вырастить. И затем я надеюсь все-таки, что это предприятие сможет работать на всю страну. Вот, понимаете, все-таки вопрос использования ключевых компетенций, мне кажется, является самым главным при увеличении, так сказать, инвесторов. Нам не нужно фантазировать, не нужно строить космодромы, так сказать, да, не нужно изобретать велосипедки в Кировской области. У нас есть ключевые компетенции, есть точки роста, которые давным-давно обозначены, и мы в них уже являемся лидерами ПФО и в стране. Это и сельское хозяйство, и машиностроение. Вот сейчас, вы знаете, мы понимая волнообразность государственного оборонного заказа, работаем с нашими промышленными предприятиями, это и Лепси, и Тепп, и Петре, и много других, так сказать, Сильмаш, создали совет главных конструкторов при правительстве области, создали инжиниринговый центр, который объединяется с сельхозпроизводителями по размещению заказов на наших предприятиях продукции для сельского хозяйства. Такие, казалось бы, простые вещи, которые звучат как-то так не очень презентабельно, по сравнению с ракетами среднего и дальнего радиуса. И опыт в этой сфере у нас есть, потому что очень многие предприятия по переработке сельхозпроизводителей в Кирове уже заказывают эти вещи. Это и машины русских, мы сейчас говорим о том, что будут производиться серийные образцы доилок, поилок, подобного рода, так сказать, вещей. Мне кажется, вот такая промышленная кооперация позволит создать рабочие места с достаточно высоким уровнем заработка. А как известно, рабочее место в машиностроении, в строительстве, в дорожном, это такой хороший мультипликатор, да, появляется вокруг еще нескольких рабочих мест. По поводу инвесторов, у нас такое знаковое событие, я надеюсь, произойдет, мы с вами были свидетельным подписанием нового контракта по запуску и строительству завода плазмы крови, в которых всего разных причин долгое время, то есть, мы были не востребованы, а это порядка 350-400 высоко квалифицированных рабочих мест. Это в условиях санкций и контрсанкций, тем не менее, приход крупнейшего итальянского инвестора к нам. Я думаю, что вот такого рода позитивные события мы должны замечать, всячески, так сказать, пропагандировать, да, делать их достоянием гласности, с тем, чтобы даже не, боже упаси, не подумать, что давайте будем гордиться, хотя это тоже правильно, да, гордыня смертной грех, а с тем, чтобы инвесторы в стране увидели, что в Кирове происходят позитивные изменения, начали интересоваться, почему, что за условия здесь такие, не стоит ли нам сюда прийти, потому что у нас есть, знаете, вот, если взять ту же медицину, да, где мы сейчас видим, как отзывается о Кировской области министр здравоохранения Вероника Ильевна, которая после визита, так сказать, здесь довольно высоко на Санкт-Петербурге, как говорит о нас Министерство природного хозяйства по нашей системе, бесследств, так сказать, да, мы демонстрируем такой уверенный рост, и знаете, еще почему я надеюсь на то, что все будет позитивно развиваться? Потому что у нас есть ключевая компетенция в наличии образовательных учреждений. Не так много регионов, которые имеют собственную медицинскую вирусию. Это здорово, это огромный плюс. У нас есть большой опорный, как он сейчас называется, Советский государственный институт. Я недавно встречался со студентами, молодые ребята, горят глаза, так сказать, да, мы должны сделать все для того, чтобы они, получив образование, остались здесь. А те, кто уехал учиться в Москву или даже куда-то за границу, так сказать, да, проявили интерес к нам, увидели эти позитивные изменения и приняли решение вернуться. Может быть, мы какую-то специальную программу, в том числе вместе с вами, так сказать, да, по пропаганде тех достижений, да, по возможностям работать. На самом деле мы регулярно в эфире рассказываем. А почему нет? Вы знаете, вот это не самая плохая история. Но не нужно бояться, что люди уезжают. Это тоже правильно, мы должны обмениваться. Так же, как и не надо бояться того, что люди к нам приезжают. Приезжают носители другого опыта, других традиций, так сказать, да. Это же всегда здорово, всегда хорошо. Мне кажется, очень важна инфраструктура для того, чтобы люди не уезжали. Это такое объемное сейчас понятие, инфраструктура очень многоаспектная. Нам пора, к сожалению, закругляться. Володя, у нас с тобой... У нас все-таки еще есть пять минут. А, еще есть пять минут. Ну, хорошо, тогда, если позволите, коротко про взаимодействие с городскими областями. Да, на две на три минуты. Да, да, да. А Игорь Владимирович, не... К этому важному моменту мы с вами отвели очень маленькое время, значит, всегда не хватает. Значит, мне кажется, по вашему мнению у нас все хорошо. К сожалению, мы ограничены, да. А, Игорь Владимирович, некоторое время назад вы регулярно проводили рейды по городу, и это все активно освещалось в СМИ. Вот рейды эти остались, вы их до сих пор проводите? Некоторое время назад я активно заходил и в больницы, и в поликлиники, и в школы, и в другого рода учреждения. Вы знаете, вот был, наверное, эффект внезапности, неожиданности в том, что еще никто не узнавал в лицо, да. И было интересно зайти в поликлинику и посмотреть, как действительно, да, вот как происходит на самом деле. Сейчас, наверное, этот эффект ушел. Но появились позитивные изменения, да, скажем, в здравоохранении. Точно так же и в городе, да, то есть мы вот задали вместе, подчеркнув вместе с городскими властями, вот такой вот тренд, да, управляющим компаниями, о том, что они не бесконтрольны, так сказать. А дальше уже эти рейды продолжились просто без, ну, как, знаете, в известном фильме, без шума и пыли, так сказать, иногда, да, и с участием первого лица. Вот, это такой толчок, а работа эта продолжается, и она не может носить такой, знаете, компанейский, так сказать, характер, да, или там еще какой-то. Хотя я знаю, что отлики были разные, я так достаточно внимательно начинаю. Ну, вот мы в социальных сессиях, мы часто сталкиваемся с комментариями, что вот, мол, первое лицо региона должно, наверное, как-то более пристальное внимание уделять благоустройство, в том числе, да. Ну, есть это другое. Потому что главный город региона и так далее. Здесь даже никаких сомнений нет в том, что это, ну, главный город региона, он должен задавать тренд всей области, вот, так сказать, организаций жизненной среды, так сказать, там. Есть, наверное, у многих вопрос, город все-таки для автомобилей и для людей, да. Пешеходов, собственно. Да, конечно. Но в нашей современной жизни, наверное, нельзя отделить одно от другого. Ну, город для его жителей, кто-то ходит спешком, а кто-то ездит на машине. А кто-то на велосипеде. А кто-то на велосипеде, да. Вот возможностей для этого у тех, у других, у третьих, должно появляться как можно больше. Такое тоже не сразу Москва строилась. Я думаю, что вот тот термин, который я там постарался ввести в обороты наведения элементарного порядка, да, когда автомобилисты должны перестать ставить машины в газон, да, уважать труд озеленителей, горожан, управляющих компаний, так сказать, да. И грязь не выносить на проезжую часть. Совершенно верно. Если стройка, нужно иметь колеса, вот они будут, так сказать, если мусорная машина, она будет, должны быть накрыты тентами. Это очень быстро привык положительный результат, позитивный. И я думаю, что мы такую работу по рейдам, так сказать, совместно с городскими властями в обязательном порядке продолжим. А, кстати, да, вот вы сказали про программу развития региона, может быть, сделать отдельную программу развития города, подумать в этом направлении? Я думаю, что городские власти об этом... Думают неустанно. Конечно, думают неустанно. Знаете, у нас очень красивый, очень позитивный, спокойный город. Мне, честно говоря, очень нравится здесь. Мы переехали с женой, дочь уже там взрослая, она живет, работает в Москве. А сколько вашей дочери лет, кстати? 30. 30. И уже живем в Кирове, и, честно говоря, комфортные условия мне нравятся. Можно много сделать дел за день, даже передвигаясь противого города. Зеленая, красивая река, так сказать. Есть над чем поработать. У нас остается буквально минутка-полторы. Мы подготовились с юлей. Короткий вопрос, короткий ответ. Игорь Владимирович, радио слушаете вообще? Радио слушаю, да. Слушаю. В машине в основном? В основном в машине, да. В тех поездках, в том числе, да, по области? Да, да. Есть любимая книга, любимый писатель? Вы знаете, я вот отвечу, наверное, так. То есть сейчас у меня есть несколько любимых авторов, которые называются законодательные собранники в Кирове, мои заместители. На все остальное просто физически не хватает ли. Хорошо, а какую книгу последнюю прочитали? Вы знаете, вот последняя книга, которую прочитал, это есть такой совершенно фантастический человек, создавший фантастическую историю. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Это Илон Маск, который в частной компании, казалось бы, ни с того ни с сего, в конкурентной борьбе победил Роскосмос и НАСА, сделал многоразовый космический аппарат, который летает в космос, возвращается, людей уже туда запускает. Вот мне было очень интересно, как за короткий промежуток один человек в технологической компании сумел создать вот такое чудо. Вот эту книгу я прочитал. Любимая музыка коротко, просто не торопимся уже. А вы знаете, ну какая любимая музыка? Наверное, классическая, может быть, джаст, так сказать. Я вот стараюсь посещать их в филармонию Кировскую. Вы вас недавно видели, да, в том числе на концерте знаменитого австралийского гитариста. Гитариста. Да. Я счастлив, что приложил к этому руку, потому что это мой, ну вот так сложилась жизнь, это мой друг. И он решил приехать в Киров и дать вот такой хороший концерт. Поэтому вот такая вещь. Ну а мы не знали, что вы лично знакомы. Да. Могу лично знакомы. Ну, наверное, последний вопрос. У меня еще тут десяток. Ну, спрошу про любимое место в городе. Приглашайте почаще. Александровский сад. Александровский сад. Хороший. Как будете отмечать день рождения приближающийся? Ну, я вот день рождения уже совершенно точно знаю. Я буду отмечать его в дороге из Кирова в Санкт-Петербург, где открывается Международный экономический форум. На котором, кстати, у нас будет отдельная секция, посвященная тому, что делается в Кировской области в лесной отрасли. Самый необычный подарок, который вы получали на день рождения? Самый необычный подарок? Запомнившийся. Ну, вы знаете, вот поскольку вы уже сказали про музыку, про друзей, так сказать, да, вот в какой-то из дней рождения мои друзья, взрослые, серьезные люди, так сказать, на студию моего знакомого просто вот пошли и записали несколько хороших-хороших песен. Вот такой вот, и подарили мне такой диск. Но вы не участвовали в записи? А я даже и не знал, что они это делают. Ну, действительно, такие взрослые дядьки, там, обремененные, все они работают, потому что настоящее большое. А знаете, как тяжело, да? Ну, вы как роднички, но это вот такая дорогая вещь. Спасибо. Да, спасибо, Игорь Владимирович Васильев, временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области. Мы очень рады, что вы пришли к нам в студию. Надеемся, что и члены вашей команды также будут приходить к нам в эфир. Спасибо. Спасибо, Игорь Владимирович. Спасибо.